Оперативка началась с хорошей новости. Регион получит от Федерального центра на выравнивание пострадавшего от пандемии бюджета 1 миллиард 400 миллионов рублей. На что конкретно будут потрачены средства, пока неизвестно. За активную работу над обоснованием необходимости такого транша Андрей Чибис особо поблагодарил сенатора от Мурманской области Константина Долгова. Тот, в свою очередь, дал понять, что эти деньги могут быть не последними. Мы знаем, что будет распределение еще дополнительных средств осенью. Мы надеемся, что та же методика будет использована Министерством финансов, а это значит, что Мурманская область сможет рассчитывать на дополнительные финансовые вливания по линии федерального бюджета. Еще одна отрадная весть – впервые за несколько лет начавшийся в Заполярье рост числа малых и средних предприятий. До этого область, наоборот, теряла до тысячи субъектов бизнеса ежегодно. Региональные меры поддержки предпринимательства, в том числе и в рамках соответствующего нацпроекта, сделали свое дело. Сегодня, в этом году, мы уже фиксируем по состоянию на конец июля прирост субъектов малого и среднего предпринимательства. Это вот впервые у нас такая цифра, плюсом 250 единиц, показатель небольшой, но видно, что та работа, которая проделана, правительством дала свои результаты. Что касается традиционной темы коронавируса, то, по сообщению областного Минздрава, темпы заболеваемости, пусть пока незначительно, но пошли на спад. За последние сутки COVID-19 в регионе заболели 158 человек, по нынешним временам сравнительно немного. В Заполярье активно развернулась программа обеспечения больных простудой бесплатными лекарствами. Участвуют не только медорганизации, которые под ведомственным Минздравом, но включились также и учреждения ФМБА, частные медицинские компании, которые у нас участвуют в реализации программы госгарантий и имеют прикрепленное население для амбулаторной помощи. За прошедшую неделю лекарственные препараты противовирусные выданы 1448 пациентам. Помимо этого, по данным областного Минприроды, несмотря на жаркие дни, пожарная обстановка в лесах Мурмана остается спокойной. Возникающие очаги возгорания оперативно ликвидируются. До августа леса по-прежнему остаются официально закрытыми для посещения. Роман Войнила, Борис Савельев, ТВ21+.